Деловой, административный и культурный центр города постепенно перемещается на территорию в районе набережной. И это уже показали массовые мероприятия, проходившие на Патриаршей площади. Ни улица Ишкинина, ни более современная воинов-интернационалистов не в состоянии справиться с потоком транспорта. А где загруженные дороги, там и высокая аварийность. Впрочем, сентябрьское ужесточение правил дорожного движения, возможно, заставит ишкаралинских водителей быть внимательнее. Так ли это? Эту тему продолжим в разговоре с начальником отдела ГИБДД Ишкаралы Михаилом Камаевым. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем разговор не с новшеств, которые вступили в силу с сентября, а с тех, что были введены еще два месяца назад. В июле на некоторых перекрестках Ишкаралы появились знаки фото- и видеофиксаций. Насколько эффективным оказался этот способ обращения к водителям быть внимательнее? Да, действительно, появились данные знаки. Они в виде дорожной разметки и информационные знаки на столбах. Действительно, порядка на 5000 нарушений у нас снижение происходит по прошлому году за 8 месяцев. Если в прошлом году нарушение скоростного режима за 8 месяцев было выявлено порядка 23 тысяч, то на сегодняшний день 18 тысяч. А что видит такая камера? Только превышение скорости или еще, например, непристегнутый ремень безопасности и телефон в руке? У нас в городе, если поподробнее расширить этот вопрос, 8 передвижных арен, которые фиксируют превышение скоростного режима, 2 стационарные, тоже превышение скоростного режима и 2 интеллектуальных перекрестка, которые фиксируют нарушение правил проезда на красный сигнал светофора и остановку у стоп-линии. Инспекторы ДПС, они при инспектировании, при несении службы контролируют нарушения правил дорожного движения водителями, в том числе и непристегнутыми ремнями безопасности и разговор по телефону. Сколько машин в среднем ежедневно выезжает на улицы Ишкаралы? И на какой поток рассчитаны сейчас городские дороги? У нас есть информация с тех видеокамер, которые установлены на выезде на Кокшайские и Казанские тракты, они которые на сегодняшний день проходят тестирование, апробацию, проверку. Если на Кокшайском тракте за сутки в среднем фиксируют в выезд и въезд в город порядка 15 тысяч единиц автотранспортных средств, Казанские фиксируют в два раза меньше порядка 7,5 тысяч единиц. К сожалению, город местами у нас, если вы сами же видите, в часа пик в утреннее и в обеденное время создаются пробки, в том числе и при переезде из центральной в заречную часть. Но я хочу отметить, что данные мероприятия проводятся и реконструкция уличной дорожной сети проводится тоже. Вот как раз со следующего года в планах руководства республики проведение масштабного ремонта и реконструкции уличной дорожной сети. Строить дороги будут по современным технологиям, пообещал глава республики. Первая ласточка – Воскресенский проспект. Насколько он позволит разгрузить дороги? Да, действительно, Воскресенский проспект, я считаю, это самая масштабная реорганизация и улучшение уличной дорожной сети в городе за все время. Это значительно улучшит ситуацию с уличной дорожным движением по заречной части города. Ну, вы представляете, четырехполосное движение, ширина проезжей части 15 метров, позволит автолюбителям проехать по этой шикарной дороге и выехать на улицу Красноармейская и также на улицу Водопроводная. Я хочу отметить, что данный проспект пройдет левее на несуществующей улице Ишкинина, которая улица Ишкинина на сегодняшний день выходит на кольцо, а это будет левее, левее стадиона, не стадиона, а легкоэлектрического манежа. Какие еще изменения дорожной инфраструктуры столицы республики планируются в ближайшем будущем? Ну, в 2014 году запланировано расширение Ленинского проспекта в районе моста, то есть сам мост будет реконструирован и расширен. Также наши предложения были расширение действительно улицы Ленинского проспекта от улицы Карла Маркса до улицы Волкова и продолжение строительства Вознесенского проспекта от воинов-интернационалистов в сторону улицы Водопроводной. Ужесточение штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 сентября. Как скоро, на ваш взгляд, ожидать эффекта? Ну, в первую очередь, я хочу отметить, когда законодатель вводил изменения и в первую очередь штрафные санкции и административный арест в отношении пьяных водителей, он констатировал, что ситуация на улично-дорожной сети именно в этой части находится в очень тяжелом состоянии. Увеличилось по всей России количество пьяных ДТП. И поэтому, я считаю, в связи с изменением части в управлении водителем и этих штрафных санкций, значительно улучшит ситуацию в этом направлении. Но я хочу отметить, что каждый житель города должен понимать и знать, что водитель, управляющий транспортом в нетрезвом состоянии, он не правонарушитель, он преступник, который совершает преступление. Это очень серьезное преступление. Для обеспечения безопасности городских улиц, увы, на каждом перекрестке комплекс видеофиксации или постового не поставишь. Впрочем, водители и сами вполне в состоянии проявлять активность. Вот какой самый быстрый и действенный способ обращения к сотрудникам ГИБДД, завидев на дороге подозрительный или нарушающий правила автомобиль? Ну, в первую очередь, конечно, ничего нового я не открою. Это телефон 02. Есть также два телефона дежурной части батальона ДПС 41-17-11, 42-01-03. Также я хочу отметить, что со вчерашнего дня ГИБДД города Ишкаралы открыло официальную страницу в Твиттере. И хотелось бы отметить, что любые граждане могут обращаться. Пожалуйста, мы всегда рады и всегда говорим населению, если вы видите, что водитель нарушает правила дорожного движения, не дай бог, значит, он садится пьяным за рулем. Пожалуйста, сигнализируйте, информируйте, потому что вы спасете чью-то жизнь. Михаил Валерьевич, спасибо за интересную беседу. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова